Кааа, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и сейчас я расскажу тебе небольшую историю из моего детства. После моего рождения моя мама хотела меня назвать Шалунишка, но папа её отговорил и вместе они пришли к такому выводу, что нужно меня назвать Эдуард. Ээээ, наверное, после этой истории я так сильно люблю шалить. Да, и это очередной троллинг, и ты, наверное, можешь подумать, что я такой бесстрашный, не боюсь, что Катя меня после него убьёт. Катя, что ты мне сделаешь? Я вообще в другом городе прямо сейчас нахожусь, вообще даже в другой стране. Катя в Новосибирске, я в Португалии. Чё ты мне, Катя, сделаешь? Ничего! Вот был бы я в этом, в Новосибирске, тогда бы она меня могла убить. А так чё? А так, да, можно сказать, я стал бесстрашным. Я сейчас заплачу от того, насколько мне страшно делать этот троллинг, потому что это самое жестокое, что я когда-либо готовил в своей жизни. Этот троллинг я вычитал в комментариях от своего подписчика. И не спрашивай, почему я прямо сейчас иду и смотрю в пол, потому что я тебе хочу кое-что показать. Ээээ, а ты чё тут делаешь? А, ну ладно. Я потратил ровно 4 часа своей жизни, перед тем, как начать записывать этот ролик, чтобы построить... Вот это ядрит мить, чтоб... Да, почему... Да, да... Если бы мужики могли рожать, я бы родил бы прямо сейчас. От того, насколько много силы я потратил на то, чтобы построить этот огромнейший маяк, который я ещё как бы до конца не достроил. Вы не против, если я вас подвезу туда? Ага, хорошо. Поехали тогда. После этой серии мы с Катей 100% расстанемся. Или она купит билеты и прилетит ко мне в Португалию, потому что... Ну всё! Она никак не сможет выкрутиться от этого троллинга. Если почитать комментарии под роликами с троллингом, то 50% подписчиков пишут, что, мол, Эдисон, затролль Катю так-то, так-то, так-то и кидают свои идеи. А другие 50% подписчиков пишут, что, Эдисон опять тебя хочет затроллить, бегут и просто чуть ли не телеграммы на почту отправляют из-за того, что я подготавливаю новый троллинг. Я тебе покажу прямо сейчас, что находится в этом маяке, но, если я не ошибаюсь, это самая высокая постройка с этого момента в нашем городе. Она даже выше, чем наш золотой сральник. Ну, вот тот лифт, конечно, не учитывается, потому что это всё же лифт, да? И потом я над лифтом сделаю огромный летающий остров вместе с Катей. Тоже, как бы, идея подписчиков из комментариев. Пью последний свой кофеёк в жизни, потому что после этого ролика меня точно убьют. И поднимаюсь на самый верх. Я пока что тебе не буду говорить, в чём будет заключаться троллинг, потому что мне нужно достроить финальный штрих, финальный элемент нашей вот этой постройки. Я поднимаюсь вот сюда. Именно здесь будет происходить наш троллинг над Катей. Именно в этой комнате. Но маяк ещё не достроен. Ты мог заметить то, что здесь наверху ещё не хватает луча света. И чтобы его сделать, я спускаюсь вниз и беру все необходимые ресурсы. Потому что для того, чтобы нам изобрести вот этот свет, нужно примерно 34 наблюдателя. И примерно столько же ламп. А это очень много ресурсов. Забираем из сундука два стака булыжника. Его нам, наверное, должно хватить. Садимся в эту... Ну, конечно, про чёлку мы не забываем. Садимся обратно в лодку и отправляемся домой. Нужен редстоун, нужен светокамень. Нужен даже кварц. Хотя бы в чём-то он мне пригодился в этом троллинге. Редстоун. Кварц, кварц, кварц. Светокамень. И один лук. Не спрашивай зачем. И сейчас всё это надо совместить. Делаем мы примерно вот так. Сверху и снизу мы располагаем булыжники. Потом два редстоуна, если я не ошибаюсь. И... Кварц. И у нас получается наблюдатель. Как я сказал, их надо примерно 34 штуки, если не ошибаюсь. Это прям очень много. У меня даже булыжника не хватает. Эть, 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 эть. Раз, два, три, четыре. Надеюсь, что я всё правильно скрафтил. Тридцать четыре наблюдателя, это просто с ума можно сойти. И плюс к этому мы ставим ещё светокамень и окружаем его также редстоуном. Нам нужно как можно больше ламп, но проблема в том, что тринадцати ламп нам не хватит. Нужно, наверное, также отправляться в ад и добывать ещё немножко светокамня. Также надо тридцать четыре лампы. Дамы и господа, разрешите мне запиндюхать свою задницу в ад. Я вернусь буквально через пару секунд. Я так обожаю эти порталы в ад. Зашёл в одном месте, очутился в другом месте. И где сейчас мой дом? Чёрт его бы вот это за ногу бы побрал. А тут ещё один портал, ага. Дурдом среди белого дня. Чебурак? Шаурма? И Беляш? Люся? Я так до сих пор не знаю, как её назвать. Неважно. Самое лучшее приспособление, которое изобрело человечество, это кирка на шёлковое касание. Как раз и с её помощью я смог добыть сразу 38 светокамня и не разбивать его на кусочки. Так, пойду ещё немножко за редстоуном. И сразу же вот это всё скратчим. Тридцать четыре наблюдателя и тридцать четыре редстоун фонаря. Пришло время сделать маяк маяком, чтобы он выделялся издалека. И, наверное, больше всего затронуть Катю именно то, что я построил просто нереально какой огромнейший маяк, который сто процентов сможет её удивить. Я уже подготовил здесь площадку, и прямо сейчас по всему периметру надо выстроить вот эти... Э! Наблюдатели. Да как ты ставишься? Да, вот так. С этой стороны они смотрят в ту сторону. Здесь нужно сделать то же самое, чтобы они смотрели в эту сторону. И вот так нам нужно сделать по кругу. Так, и раз, два, и последний три. Надеюсь, что сейчас всё будет работать. Подключаем их сверху. Вот так. То же самое нужно сделать всё по кругу, чтобы они были соединены. Есть такая народная пословица. Пошло говно по трубам, но мы её использовать не будем. Мы будем использовать пошёл редстоун сигнал по наблюдателям. Можно вот так сказать. Вот так сказать. И сейчас по кругу, в финальный этап, ставим редстоун лампочки. И как вы видите, сигнал уже начал проходить. Сигнал уже начал проходить. И давай мы посмотрим немножко со стороны. Ну, как ты понимаешь, всё это вокруг так ходит. И сейчас осталось мне застроить всю эту башню сверху, чтобы она красиво выглядела. И уже после этого мы приступаем к ключевой части нашего тролля. Да простит меня бог Майнкрафта, но делать то, что я сделаю в этой серии, это незаконно. Наверное, меня после этого в тюрьму посадят Майнкрафтовскую. Но всё же я должен это попробовать. Это, наверное, самое красивое, что я когда-либо строил в Майнкрафте. Выглядит просто потрясно. Но сейчас надо сделать то, ради чего мы сегодня здесь все вместе собрались. Летим к нашему самому первому троллингу, к колодцу желаний. И забираем вот эту тыку, потому что она здесь больше не нужна. Ставим её сюда и делаем небольшую такую рожицу. Забираем обратно, все необходимые ресурсы есть. Есть, значит отправляемся опять в маяк. И на этот раз, последний раз. Рыбацкий домик Кати. В нём же вроде есть верстак, если я не ошибаюсь. Есть. Прямо сейчас я делаю раздаватель, разбрасыватель. Как он там делает? Выбрасыватель. А если вот так? Раздатчик. Вот, делаем раздатчик. Делаем одну нажимную плиту. И нет, я вас обманул не последний раз, потому что я княженцию забыл. А тыку-то надо зачарить. Надо её зачаровать. Где оно находится? Огнеупорство. Проклятие утраты. Пронзатель. Проклятие несъёмности. Вырезанная тыква. И проклятие несъёмности. Зачаровываем тыкву на проклятие несъёмности. Если Катя как-то могла найти выход, когда я ей дал проклятую бронь, и она её сломала об кусты вот этих ягод, то зачаренную тыкву снять она вряд ли сможет. Я возьму ещё одну тыкву, чтобы просто сейчас показать, как всё это у нас будет работать. И вот сейчас всё обещаю, последний раз отправляемся в наш маяк. Пошли, 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 пошли. Давай, 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 давай. Ты будешь у нас свидетелем. Давай, проходи, проходи. Ага, давай, иди сюда. Давай, я тебя оставлю там наверху. Давай, залезай. Ага, молодец. Давай, давай, давай. Давай, бамблби, давай, заходи. Давай. Ага, потерялась. В честь того, что у нас открывается маяк, который я скажу, что я специально построил для Кати, я ещё также сделаю небольшой подарок. Поставим сюда раздатчик, и поставим перед раздатчиком дубовую нажимную плиту. В раздатчик я запихиваю обычную вырезанную тыкву. Я сам не знал, что она так работает, но она так работает. Если я стану сейчас на эту плиту, то мне сразу же автоматически в инвентарь выпадает тыква, которая сразу же надевается на голову. И все мы прекрасно понимаем, что будет, если я засуну вот в этот раздатчик уже не обычную вырезанную тыкву, а зачарованную тыкву на проклятие несъёмности. Как Катя выпутается из этой ситуации, я в душе не чаю, что она может сделать, чтобы снять эту тыкву. Наверное, только позвать какую-то ведьму-колдунью, которая на колдунке, и там какое-то непонятное зелье, которое сможет снять у неё тыкву из башки. Но нормальным способом она вряд ли это сможет сделать. Ага, ты всё же... Ага, ты пришла, да? Ты послушать хочешь, да? Ну давай, да, ага, молодец. Всё, стой здесь. Ты будешь тоже частью подарка для Кати, я отсюда тебя не выпущу, ага. Там у нас... А, там у нас маяк. Тебе 100% плохо. То ли сотрясение, то ли аппендицит. Если ты вдруг знаешь, как можно будет снять эту тыкву, напиши в комментах свой вариант. Но главное, не пиши в комментах то, что Эдисон опять хочет затроллить Катю. Сы, тихо. Это троллинг, который, наверное, я не знаю, что Катя сделает после этого троллинга, но она больше не сможет видеть. Она всю жизнь будет ходить с тыквой на глазах. На башке, в смысле. Наверное, это наше последнее видео с Катей, которое мы снимем в этой жизни. Что будет, узнаешь только в следующей серии выживания. Но если произойдёт что-то плохое, эту пчелу я завещаю тебе. Вот. Не кому-то другому, а тебе. Только, конечно, если ты подписан на канал. Вот. Только подписчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok